всем привет я милитина станета и в этом выпуске подхода станет и мы с вами разучим еще четыре новых упражнения которые можно выполнять прямо дома но поможет мне и вам в этом красавица мисс беларусь оля хиженкова привет добрый день милитина привет давай на ты на самом деле меня вгоняют в комплексы у меня такие гости красивые не говорю о мужчинах но вот девушки у меня просто прекрасный мы с тобой сначала разомнёмся и выполним четыре упражнения таких очень девчачьих которых я расскажу чуть попозже начнем с тобой с кисти рук разминаем разминаем и конечно я спрошу у тебя твоем хобби корее это хобби бег или как ты это называешь это твой это стиль жизни для меня это ну в принципе неотъемлемая часть моей жизни и не знаю но это то же самое что если вдруг я перестану чистить зубы по утрам и по вечерам да как давно ты этим занялась ну полноценно 12 лет регулярно ну то есть регулярно нет ну так 12 лет назад это было так в режиме конечно какой-то не в таком режиме я сейчас этим занимаюсь когда первый свой полумарафон я пробежала тысячи две двенадцатом году то есть 9 лет я уже тренируюсь достаточно полноценно уже с помощью тренера и так далее то есть а 15 лет назад это были самостоятельные тренировки которых конечно же было много ошибок и но не все же кто бегает хотят пробежать мало марафон или полу марафон как ты вот но лучше все равно начинать начинать лучше с помощью тренера человека который в этом понимает для того чтобы себе не навредить я помню когда я раньше приходила на тот же стадион бегать я бегала там в полном одиночестве сейчас когда я прихожу на стадион я не знаю где мне это внедриться для того чтобы никому не мешать потому что очень большое количество беговых клубов и эти перебью бег хорошая штука для белоруса в принципе надо уметь быстро бегать есть где бегать у нас большое количество парков и на самом деле это релакс для того чтобы сохранять мотивацию к тренировкам важно видеть результат своей работы фитнес-браслет me smart band 4 nfc поможет вам следить за вашей активностью контролировать качество сна и пульса с его помощью во время занятий вы можете сменить музыку а после купить себе воду или полезный перекус просто подключите карту mastercard к браслету и не тратьте время на поиске кошелька а все свои достижения вы можете отслеживать в приложении me fit итак мы с тобой с вами мы с вами поработаем над нашим верхом наша грудь и руки первое упражнение сначала покажу и потом мы будем каждое из упражнений повторять по целой минуте вместе со зрителями и так ставим такой дзен да обязательно чтобы у нас не было ни ниже ни выше на вот именно что мы будем делать ножки чуть поуже нажимаем друг на друга то есть мы должны почувствовать как у нас напряглись вот эти вот все мышцы у меня не видно оли точно запряглись она спряталась дальше нажали один раз я задрапировала выход отсутствия на что нужно драпировать поэтому все внимание на твои рельефы минутка приготовились и пошли нажали полу пальчики нажали и вниз у нас до полу пальчики ролевые не знаю насколько нужно это движение для того чтобы хорошо бегать но расскажи мне какие должны быть правила красивые походки потому что я знаю что ты учишь сейчас моделей молодых юных скорее наверное модели старой не был походки расскажи что для этого нужно мне кажется я всегда рассказываю своим моделям что вы должны пройти так чтобы вам след хотелось обернуться да и мне кажется что любая девушка женщина в любом возрасте если она в хорошем настроении если она нравится сама себе если она сама себя любит то она способна притягивать взгляды то есть уверенность себе в мире это самое важное и уже потом все остальное осанка осанка техника движения и так далее все это очень я думаю прямо профессионально правда рассказала конечно уверенности чтобы расправить плечи это очень важно я знаю что девчонки многие высокие они сутулиться да да маленькие комплексуют потому что я объясняю что наше счастье что мы в нашем разнообразии в том что мы такие разные и конечно да в индивидуальности чтобы мы ни в коем случае не надо ни в коем случае пытаться подражать кому-то нужно стремиться сделать так чтобы тебе пытались подражать круто очень здорово есть до них это донести давай следующее упражнение мы ноги пока отключим она в принципе выглядит очень просто но она очень эффективно и да я его сама узнала но реально офигенно крутое так вот мы ставим ручки перед собой и сжимаем локти должны почувствовать как уже вот работу должен быть прямой до угла должен быть прямой вот мы посмотрели на себя на кисти не заваливаем и мы наши ногти проталкиваем прямо в потолок и такими мелкими движениями на можно контролировать сильно мы не опускаем то есть мы все должны чувствовать время пошло уже то это прям очень эффективно очень хорошая если правильно расскажи да очень важно конечно правильно выполнять про твои марафон и полу марафон и сколько их от тебя уже было полу марафонов я не помню их было очень много но я думаю что-то порядка двадцати двадцати ну что-то не раскрывая локти куда-то остановить какой-нибудь самый но запоминаем марафон и два марафона где они были оба марафона были в италии 1 в флоренции 2 в вероне круто круто боже это же так долго о чем ты думаешь во время бега для меня кстати монотонный вот работа бег это почему я выбирала вообще ну почему я пробежала эти два марафона вместе со стороны это выглядит так просто я не ожидала тебя такого подвоха никто не ожидать не больше давай о чем ты думаешь о боже мой боже ты мне пока вот расскажешь какие мысли у тебя время бежать вот допустим вот я просто отвлекусь я отвечу на твой вопрос но в то же время немножко в выносказательной форме почему я выбирала италию потому что они создают просто невероятную атмосферу там не нужны даже какие-то наушники не нужен плеер в ушах они поют песни дала они улюлюкают они это они постоянно восхищаются друг друга подбадривают поэтому я выбирала италии потому что я боялась что как раз таки мне эмоционально будет очень сложно я буду в процессе бега очень устану и вот выбор италии и в этом плане было очень правильным потому что ну и второй раз тоже в это все время даже с улыбкой потому что это очень весело очень то есть очень воодушевляет ты никогда не устаешь ты не думаешь может когда это закончится там все время что-то происходило и нас чувствовать два упражнения давай добьем наши руки в виде отжимания отжимания мы будем делать с коленок нас девчачья тренировка на руки мы поставим чуть шире чем наши плечи и ногтиками друг другу чем шире мы поставим тем больше у нас можно начинать давать время про эмоциональное состояние являющие насколько важно на тебе в настроиться на хорошую вот быть настроены на бег это должна быть хорошая погода это должна быть атмосфера это дождь и вы не знаю 100 и ноги встать на самом деле милитина для бега нет плохой погоды мне об этом сказал первые тренеры я потом я тоже с ним была не согласна а потом я поняла что это действительно так ну действительно мне в жару очень тяжело бежит сюда очень мне кажется наоборот солнышко как-то вот нет все силы отнимает солнце очень слой но это у меня можно это кому-то по-другому я очень люблю бегать в дождик в дождик да это очень здорово потому что он охлаждает освежает лицо ты бежишь нормальная водичка это приятно давайте все вместе я полюбила зимние я не прекращаю тренировки зимой конечно это просто по-другому подразумевает другую форму одежды но тем не менее просто по-другому нужно одеваться но не обязательно зимой прекращать бег прежде мы начнем еще одно упражнение я думаю что я озвучу вопрос многих чем ты сейчас занимаешься вот прямо сейчас после такого сложного периода который был я думаю многих белорусов сейчас я продолжаю заниматься своим любимым делом я преподаю дефиле в одном из модельных агентств минск очень за тебя рада и спасибо показывает тебе одно еще упражнение чуть больше мышц за действием можешь посидеть пока посмотреть будем делать его по 30 секунд не важно чтобы нижняя ножка была впереди они верхняя на ручку закидываем за голову и будем приподнимать наше весь тело и вниз по 30 секунд приготовились начали и конечно не могу не спросить тебя про дружбу животных с тобой твою дружбу с животными да мне как-то рассказала что они тебя сами находят это правда да они находят меня ждут ждут меня в самых самых неожиданных местах я привозила из бреста когда работала там животных я привожу от родителей они у меня в лепельском районе витебской области живут еще разочек делаем и переворачиваемся кто к тебе больше приходит котики собачки или птички все котики собачки птиц я тоже ловила на проспекте победителей за хвост она прямо в левом давай давай полосе да ладно было и такое в моей жизни давно это было голубя ну лет пять назад назад и он поддался ну да он сбит был сбит был у него не было сил от меня удрать не было ни одной возможности здорово ну это прекрасно мне кажется животное меня находится время котики не знаю я просто у меня очень большая любовь к котикам вы с ним по грации схожи меня везде находят котики мне уже кажется что я где-то котомагнит здесь на этом кстати наша тренировка закончилась очень жалко потому что очень приятно было с тобой пообщаться я надеюсь что вы повторяли эти упражнения вместе с нами если у вас возникли какие-то вопросы или вы можете предложить какие-нибудь интересные упражнения обязательно пишите в комментариях я благодарю тебе оли за то что пришла тебе большое спасибо нас очень было приятно это был подход станет и до новых встреч